Сегодня в программе указывая ПУЦ. Если мы заглянем в глубину своего сердца, мы убедимся, что любой наш грех и все наши конфликты берут свои корни в нашей гордыне. Гордыня приходит от того, что мы эгоцентричны, вместо того, чтобы быть богоцентричными. Гордыня приходит от попыток угодить себе, вместо того, чтобы постоянно спрашивать у Господа, как я могу угодить тебе, Боже, сегодня в программе. А если мы заглянем в глубину своего сердца, мы убедимся, что любой наш грех и абсолютно все наши конфликты, конфликты любого рода берут свои корни в нашей гордыне и высокомерии. Причина всему этому в том, что мы всегда хотим, чтобы все было по-нашему. И мы настойчиво отстаиваем свое мнение. Мы отстаиваем свое «мне», «я», «моё». Независимо от вида греха и независимо от конфликта, будь то в семье, будь то между друзьями, или будь то между братьями и сестрами во Христе, между верующими в Господа Иисуса, людьми, независимо от боли, а вы можете проследить, что все начинается именно с гордыни. И в 10 главе 1-го послания Коринфянам, особенно в первых 13 стихах, которые мы рассматриваем сегодня, апостол Павел говорит, что так же, как день следует за ночью, как зима следует за осенью, как апрель следует за мартом, нет сомнений в том, что за гордыней обязательно последует грех, за гордыней неминуемо последует падение. «Гордость всегда ведет ко греху, высокомерие и самомнение всегда приводит к провалу». В прошлой проповеди мы рассматривали 9-ю главу 1-го послания Коринфянам, где апостол Павел говорит, что так же, как у спортсмена, разум должен управлять его телом, а не наоборот, так и верующий в Иисуса Христа, должен иметь самодисциплину и самоконтроль в своем поведении, в своем духовном хождении, в своем забеге веры, когда он бежит, как на ресталище. А почему? Он сказал, что причина, по которой он, великий апостол, сам придерживается этого, состоит в том, что он боится оказаться недостойным. Это говорит великий муж Божий, великий апостол, который с такой верностью и преданностью проповедовал Евангелие Иисуса Христа. Когда апостол Павел подошел к 10-й главе, он сказал, «Позвольте мне представить вам самый первый в истории экспонат Израиля». Несмотря на привилегию называться народом Божьим, которую они имели, несмотря на преимущества, которые они также имели, несмотря на чудеса и знамения, которые они видели своими глазами, несмотря на то, что они снова и снова видели сверхъестественное вмешательство Бога, и несмотря на то, что они были очевидцами Божьей силы в действии, все же охваченные гордостью, они лишились права войти в обетованную землю. С духовной точки зрения, христиане, которым пишет Павел, и христиане, которые находятся сегодня здесь, христиане 21 века, находятся в опасном положении. Коринфяне считали себя очень духовными людьми. Они чувствовали себя духовно выше других, и они считали, что знают лучше других. Они считали, что они невосприимчивы к искушениям. Они чувствовали, что у них больше даров, чем у кого-либо другого. Они были спасенными, крещенными, освященными и самодовольными. Сейчас таких тоже немало. У них не было недостатка в духовных дарах. Они были сильными и зрелыми, и они могли жить так, как захотят. И Павел говорит им, вы обманываете себя. Вы подвергаете опасности свою духовную жизнь. Вы живете в такой чрезмерной свободе, что вот-вот упадете. Ваша так называемая свобода дошла до крайности. «И вы вот-вот достигнете точки невозврата». Фактически, 12 стих является ключевым стихом в этом отрывке «посему». Помните правило о том, что, увидев слово «посему», вы должны вернуться и увидеть предпосылки. Помните, да? «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вот вам три вещи из этого первого послания Коринфянам, 10 главы, с 1 по 13 стих. Если вы делаете заметки, я хочу, чтобы вы записали себе это. «Прежде всего, вы обретаете привилегию благодати. Никогда не забывайте, что благодать — это невероятная привилегия». С 1 по 4 стих «привилегия благодати». Второй пункт «гордость житейская». С 5 по 10 стих. В-третьих, принцип, который мы должны усвоить, это с 11 по 13 стих «привилегия благодати». Я уже сказал, что Павел здесь ревностно взывает к тому, чтобы мы не забывали то, что случилось с Израилем в пустыне, но Бог услышал их вопль, и Он послал им избавление. И Он послал 10 казней на Египет и египтян, и Он сохранил их. Он снова и снова открывал им Свою сверхъестественную силу. Он сотворил чудо, разделив Красное море. Их всегда сопровождал облачный столб днем и огненный столб ночью. И что случилось после всего этого, после многочисленных чудес от Бога? Некоторым из них, да нет, большинству из них, было отказано в допуске в обетованную землю. А почему? Потому что они в пали выдало поклонство в безнравственность и в непокорность. И Павел умоляет самоуверенных христиан. «Всех самоуверенных христиан, пожалуйста, не делайте этого». Не позволяйте этому случиться с вами. Потому что они не только были избавлены рукой Божией, но также они крестились и в Моисея. Что это значит? Кстати, к водному крещению это не имеет никакого отношения. Я объясню, что это значит. Слово «баптизо» в классическом греческом языке означает «отождествлять себя с кем-то», ассоциировать себя с кем-либо. Итак, когда вы крестились во Христа, вы не только признаете, что Он ваш Спаситель, «что Он ваш Господь, но и отождествляете себя со Христом». А вот что означает слово «крещение» в его классическом понимании. И поэтому израилитяне отождествляли себя с верой Моисея. А почему? Поскольку у них не было собственной веры, они отождествляли себя с верой Моисея. Вы говорите, «Майкл, откуда ты это знаешь?» Каждый раз при первых признаках беды они хотели отправиться в Египет. Они скучали по кебабу. На самом деле они так и сказали. Я не придумываю. Они скучали за мясом. Почему? Это не имеет ничего общего с водным крещением, потому что когда израилитяне пересекли море, они шли по сушам. Они не промочили ноги, не говоря уже о теле. Такое крещение не имеет ничего общего с водой. Мало того, что израилитяне были освобождены из рабства, они не только отождествляли себя с Моисеем, но также они были обеспечены во всех отношениях, телесно и духовно. Им была дана привилегия благодати. И теперь гордость житейская, которая часто следует за тем, что мы принимаем благодать как должное. Гордыня сделала то, что всегда делает гордыня. Всегда и без исключений. Это привилегия, что я прожил достаточное количество лет, дабы убедиться в этом. Именно гордыня сделала то, что всегда делает гордыня. Весь Израиль принял благодать от Бога. Они получили общее благословение, свободы. Весь Израиль отождествлял себя с Моисеем. Весь Израиль получал поддержку от Бога в пустыне. Но из всех израилитян того поколения, из этого огромного множества представителей избранного народа, из почти двух миллионов человек, только семья Иисуса, Новина и Халива вошли в обетованную землю. Вопрос, откуда же взялась гордыня? Хотите знать? Правда, интересно, откуда она взялась? Гордыня проистекает от того, что мы злоупотребляем своей свободой во Христе. Гордость проистекает из того, что вы злоупотребляете Божьими благословениями, которые Он вам дает. Гордыня приходит от того, что мы эгоцентричны. Вместо того, чтобы иметь Бога в центре всего в нашей жизни, гордыня приходит от наших вечных попыток угодить себе. Вместо того, чтобы каждый раз спрашивать у Господа, «Боже, как я могу угодить себе?» Гордыня приходит, когда мы полагаемся на себя, вместо того, чтобы уповать на Яхве. Точно так же, как апостол Павел говорит Коринфянам, он говорит и нам с вами сегодня, что когда верующие христиане не подчиняют свои аппетиты Христу, когда верующие христиане не проявляют самообладание силой Святого Духа, когда верующие христиане не контролируют свой характер, свои эмоции, свои действия, свою свободу, они становятся недостойными Божьей благодати. Израильтяне предавались ропоту, они позволяли себе жаловаться, они предавались злословиям, они проявляли неблагодарное отношение к Богу, они вели беззаботный образ жизни, и в результате Бог их дисквалифицировал. Он не позволил им войти в землю, которую Он им обещал. Из 7 по 10 стих мы видим причины того, что они оказались недостойными. Идолопоклонство. Это уже 7 стих. Я объясню это позже. 8 стих – это их сексуальная безнравственность. Далее 9 стих – они искушали Бога. И 10 стих – они жаловались и роптали на Бога и на Моисея. Как только Моисеев зашел на гору, чтобы получить от Бога 10 заповедей, израилетяне тут же начали давить на малодушного Аарона. А мы все знаем, что он не особо-то сопротивлялся. Он был малодушен. Они сказали, «Аарон, вот наше золото, вот наше украшение. Сделай нам образ быка, Бога власти в Египте, Аписа. И давайте устроим вечеринку, как раньше в Египте. Давайте напьемся и утопим нашу печаль, как мы раньше топили наши печали в Египте. И они устроили вечеринку, на которой они поклонялись Апису. Пожалуйста, услышьте то, что я пытаюсь вам сказать. Идолопоклонство начинается и заканчивается у нас в сердце. Все, что постоянно занимает ваши мысли, все, что постоянно занимает ваше время, все, что постоянно занимает вашу энергию, все, на что постоянно уходят ваши финансы, кроме Бога, все это ваш идол. Вы этому поклоняетесь. Я вас предупредил. Итак, что вы делаете, когда отдаете предпочтение чему-то, кроме Бога? Вы искушаете Бога. В книге чисел 21 главе 6 стихе Бог отреагировал на то, что израилетяне его искушали. Он отреагировал тем, что послал им маленьких огненных змей, которые их кусали. И многие из них от этих укусов умерли. Маленькие огненные змеи. Вот почему Бог сказал Моисею возложить на посох медного змея и поднять его вверх. Те, кто посмотрит на него, будут исцелены. Это было прообразом креста Христова. Они перешли от идола поклонства к безнравственности, к искушению Бога. Они испытывали его терпение. И что хуже всего, они роптали и жаловались, потому что были недовольны. Возлюбленные, послушайте, даже во время благодати в Новом Завете Бог не смотрит благосклонно на то, когда его народ недоволен его волей. В послании к филиппийцам, 4 главе, апостол Павел говорит, «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Довольство — это не то, с чем вы родились. Довольство — это то, чему вы учитесь. Вы учитесь быть довольными в любых условиях. Это приходит с опытом. Это для нас неестественно. И, в-третьих, он приходит к принципу, который должен усвоить каждый из нас. Должен усвоить каждый без исключения. В трех стихах, с 11 по 13, Павел очень ясно дает понять, что дисквалификация непокорных израилетян была примером для нас. Они оказались недостойными. И это предупреждение всем нам, не только евреям, но и верующим Нового Завета в 21 веке. 11 стих говорит, «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Конец века наступил с того времени, когда Иисус вознесся на небеса после воскресения». 12 стих. Вот вам перевод Майкла Юсефа. «Поэтому не позволяйте никому становиться дерзким». Здесь речь о самомнении, о повышенном мнении о своей духовности. Вот что этот стих означает на самом деле. «Но лучше будьте предупреждены, пусть каждый почитает лишь то, что совершил Господь. не полагайтесь на себя, да будет предупрежден всякий, кто искажает Слово Божие в угоду людям». «По мере того, как возрастает безразличие к Слову Божьему, а мы сейчас видим, как это происходит, возрастает и открытость к искушениям. По мере того, как возрастает невнимание к Слову Божьему, ослабевает сопротивление греху. По мере того, как растет уверенность в собственном толковании Священного Писания укореняются системы ложных убеждений, послушайте, друзья, я очень, очень серьезно отношусь к этим словам. Это предупреждение для всех нас. Чем больше мы полагаемся на самих себя, тем более мы уязвимы перед грехом. Будьте очень осторожны в то время, когда вы думаете, что вы духовно сильны, когда вы ни в чем не нуждаетесь, и ни о чем не беспокоитесь, и не опираетесь на руку Бога. Это предупреждение для всех нас. Нам нужно броситься в объятия Иисуса, в то время как Он протягивает нам свои руки милости. Не стоит быть слишком уверенными в своих силах и в своей духовности. В 13 стихе Павел дает нам важное напоминание. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, но при искушении Он даст и облегчение». Слово «искушение» здесь означает «испытание». Таково истинное значение этого слова. Искушение и испытание приходят ко всем нам все время. И я хотел бы, стоя здесь перед вами, сказать вам, что я в этом полностью добивался успеха на все сто процентов. Хотел бы, но не скажу. Однако дело не в том, чтобы мы все испытания проходили на отлично. Главное знать, кому приходить, когда мы терпим провал. Не погрязайте в своих неудачах. Полагайтесь на Бога. Прибегайте к Нему. Когда я молюсь с братьями в перерывах между служениями, а также в личной молитве, я часто говорю Господу, «У меня нет своей силы, на которую я могу положиться. Я полностью зависим от себя. Без тебя я безнадежен». Меня всегда очень ободряет 13 стих. Давайте прочитаем его все вместе. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». Как именно? При испытании Он даст вам и облегчение. Он даст выход. Он укажет вам, где аварийный выход, где этот люк, через который вы можете вылезти из беды. Главное не отказаться от выхода, который предлагает Бог. Я постоянно держусь за это Божье обещание. И вот что я хочу сказать вам в заключении. Я прочитал книгу Джона Буньяна, «Путешествие Пилигрима», «Когда мне было 12 лет, и она изменила мою жизнь. С тех пор я перечитывал ее снова и снова. Эту книгу должен прочитать каждый верующий. «Путешествие Пилигрима» Джона Буньяна». Он написал эту книгу в тюрьме. Он сидел за то, что проповедовал без лицензии. Вот так. В одной из глав этой книги герой по имени Кристиан, то есть христианин, и его товарищ Надежда засыпают в поле, принадлежащем великану по имени Отчаяние. Великан Отчаяние нашел и заточил в темном замке, известном как Замок Сомнения. Так вот он, Замок Сомнения. И там, в этом замке сомнений, Отчаяние помещает их в темную, подземную темницу. Там не было ни еды, ни воды. По совету своей жены, великан Отчаяние сначала безжалостно их избивает, а затем предлагает им покончить жизнь самоубийством, просто убить себя. У них нет никакой надежды. После того, как великан уходит, два товарища начинают разговаривать друг с другом и обсуждать ситуацию. Наконец, Кристиан внезапно вспоминает, что у него в кармане есть ключ. Он говорит, «У меня в кармане ключ под названием «Обещание». Я абсолютно уверен, что этот ключ откроет любую запертую дверь в Замке Сомнений. И, разумеется, он открывает двери этого Замка Сомнений. Он открывает ворота. А потом они выходят и снова оказываются на Королевском шоссе, на дороге в Царство. Так вот, братья и сестры, где бы вы ни были, только вы знаете, где вы находитесь. Вы можете использовать Божие обещания как ключ. Где бы вы ни были заперты и как бы темно ни было вокруг, вы всегда можете вернуться на Королевское шоссе, на дорогу в Царство Божие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин